здравствуйте уважаемые зрители продолжаем с вами делать нашу тарелку так первое что я хочу сделать это сделать объемным вот эти вот полоски вот эту раз и вот эту вторую они будут проходить по канту нашей тарелки затем я сделаю узоры вот этих гусиных лапок и самое сложное это наше дерево и так начнем с наших полосок сначала делаем наши направляющие они нужны для того чтобы мы точно разместили и симметрично наши вектора они делаются с помощью зажатой левой кнопки мыши их можно выдвигать с одной и с другой стороны удаляем ненужные правой кнопкой мыши нажимаем удаляем здесь можно заблокировать выставить точный размер я поставил в ноль этот направляющий тоже в ноль вот блокируем окей все никуда не день не денется теперь значит редактивный векторов выбираем а вот этот инструмент создать поле линии здесь можно создать как видите прямоугольник круги и различные формы вот ну я сейчас выбрал на поле линии то есть это ломаная линия которую можно потом редактировать на своем усмотрении усмотрении начнем помещаем ее центр нашей направляющей делаем такие вот движение так теперь выбираем изменение точек кнопку и здесь можем перемещать как нам нужно размещать их точно по направляющим так теперь нам нужно сделать изогнутый изогнутый эту линию также и эту выделяем все точки и ищем сгладить точки зажимаем вот этот рычажок и двигаем в нужном направлении здесь здесь мы видим получилось как коромысл нам это не подходит поэтому выбираем эту точку и жмем еще раз гладить точки и она становится то есть можно регулировать отдельно этими рычагами так так редактируем дальше так ну вот более-менее на что-то стало похоже теперь нам нужно сделать эту операцию по всей длине чтобы у нас все получилось симметрично мы не будем по отдельности опять точно так же как я сейчас только что проделал то есть мы будем делать копирование обычные копировать вставлять чтобы у нас была модель симметричная и красивая нажимаем кнопку зеркально отразить вектор ставим галку сохранить исходный вектор и выбираем нам нужный параметр здесь куда будет копироваться по верху по центру по низу и так далее жмем по низу наш вектор отразился не обращаем внимание на то что это просто фотография сделана не точно сверху может я с каким-то искажением скачал а наши вектора отразились четко так как был сделан и первый вектор теперь нам нужно объединить точки этих двух векторов чтобы это стал один цельный вектор для этого у нас есть вот эта вкладка это положение размер выравнив вектор то есть здесь мы можем редактировать наши вектора выбираем наши два получившихся вектора с помощью кнопки shift выбираем второй вектор выбраны у нас два вектора или же провести по полю нашего проекта и выделить и захватить этим прямоугольником оба наших вектора затем выбираем один из этих инструментов объединение векторов здесь есть различные объединить вектора линии прямой значит кривой вот есть конечных точек перемещения и остальные инструменты давайте попробуем вот это объединить вектор перемещения конечных точек да наш вектор объединился я стал цельным сохраняем проект и теперь нам нужно эту половину скопировать как мы делали перед этим нажимаем и сохранить исходные вектора слева неправильно справа вот теперь правильно так выделяем наши вектора и нужно объединить их конечных точек объединяем закрыть все у нас есть готовый кантик чтобы сделать кант объемным нам поможет инструмент вот этот вот смещение векторов нажмем на него здесь значит выбираем какую сторону будет смещаться вектор здесь величина расстояние между векторами скругленные фаской остроконечные все это можно проверить ну я оставляю скругленные оставляю эту величину так также можно поставить галку чтобы удалить исходный вектор нажмем смещение у нас получилась копия нашего вектора теперь чтобы сделать объемный нам нужно объединить эти два вектора вместе для этого мы делаем следующее мы выделяем наши векторы жмем shift выделился второй вектор правой кнопкой мыши жмем и выбираем здесь графу сгруппировать векторы жмем все наши векторы сгруппированы теперь нам нужно создать второй кант который находится вот здесь ниже для этого делаем следующее действие выделяем наши сгруппированные векторы и переходим в кнопку преобразования векторов жмем нее появляются у нас такие вот точки вокруг с помощью этих точек можно наши вектора модифицировать увеличивать уменьшать нам нужно скопировать чтобы это сделать жмем alt и внутрь перемещаем наши модели наши вектора готова жмем значит катер альт скопировали теперь нужно здесь вот расширить это вот зажимаем альт и расширяем получились у нас наши векторы можем их выделить так и сохраним наш нашу модель давайте перейдем теперь нашу заготовку посмотрим что у нас получилось получилось так 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 скопировали мы вектора и расположили их так как нам нужно еще немного подкорректируем положение ну вот так 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 перейдем во вкладку узоры на панели рельеф проверим что у нас получилось с этими кантиками их можно тоже заблокировать чтобы они не шевелились блокировать вектора мс этого делать не буду так двойной клик они будут полукруглые и градус такой же самый оставим давайте сразу два так можно выбрать ограничение по высоте можно без ограничений давайте попробуем без ограничений добавляем идет просчет переходим 3d вид видим что у нас получилось получилось хорошо но не совсем точно у нас легли наши вот эти вот кантики их нужно будет подрегулировать отменяем переходим 2d вид так после регулировки редактирования наших векторов получилось вот здесь это немножко конечно но суть главное чтобы вы поняли суть подредактировать можно всегда разгруппировать и тем не же самыми способами которые перед этим показал то есть перемещением точек все это можно сделать будет все хорошо также можно сделать кант этот уже что между ним хорошо просматривался рисунок еще попробуем выходит за пределы выходит за пределы линии наше вот это вот не получившиеся можно нажимать котл зэк или выбрать вкладку рельефы выбираем наш слой рельефы обнулить все рельефы обнулился можно продолжать дальше редактировать по вашему усмотрению нажимаем alt здесь тоже немножко можно сузить alt нажимаем смещаем их выбираем наши векторы делаем просчет смотрим на результат ну значит расстояние уже хорошее расположить наш рисунок не будем обращать внимание на это дело самое главное научиться а дальше уже можно как бы оттачивать свои умения так сохраняемся и переходим в 2д вид переходим в нашу картинку можно заблокировать эти вектора чтобы мы их случайно не испортили так теперь я хочу сделать вот эти вот листочки наши выделяем этот инструмент и приблизим немного и вот такими движениями сделаем наш рисунок 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 здесь скорее всего идут кружки и мы это потом сделаем так есть выделяем точки сглаживаем давайте сразу все точки сглаживаем сглаживаем точки теперь перемещать перемещают эти рычажки и сами точки и сами точки можно добиваться максимально точных деталей так я ставлю на паузу потом покажу вам уже готовый результат так после редактирования я сделал вот такую вот вот такой вот узор так и теперь нам нужно его расположить а потом скопировать по всему периметру уменьшим его поворачивать можно вот видите внутри есть такой рычаг так легко поворачивать возможно было тут сделать их отдельно ну да ладно уже сделал как сделал ну да ладно уже сделал как сделал так так уменьшаем возьмем alt вот вот и давайте наверное сделаем еще один слой назовем назовем его листья листья сохраним так и продолжим располагать наш наши листья так вот 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 так так, выравниваем если где-то не помещается можно масштабировать нажимаем кадр точка в углу вот, которая здесь давайте их попробуем скопировать тоже нет так, выделим наши листья и нажмем на зеркальное отражение зеркальное отражение слева и так перемещаем перемещаем их зажимаем на клавиатуре стрелки, которые рядом с цифровой клавиатурой перемещаем и перемещаем чтобы точно переместить опять же таки можно воспользоваться это будет направляющим вот этим то есть мы точно располагаем здесь запоминаем размер копируем его давайте так и сделаем давайте так и сделаем вот и выдвигаем второй направляющую вставляем сюда это наше значение только без минуса так опять применить теперь мы видим идентично тому что был здесь здесь немножко он залазит нет так это нужно еще уменьшить давайте сразу их уменьшим все как получится должно получиться так я поставлю на паузу и увидим конечный результат и так вот результат после простых операций копирования перетягивания поворачивания получилась вот такая вот тарелка здесь я добавил сферы их перенес в отдельный слой потому что хочу на них делать на некоторых сферах еще капли еще попробуем сделать на примере одной сферы вот это допустим так создаем добавляем смотрим что в 3d как мы видим у нас получилось что-то типа капли дождя ее можно вытянуть и вообще сделать как капли в виде капли снова я поставлю на паузу и покажу вам результат и так хочу вам показать как я сделал каплю вот ее обычную сферу с помощью этих инструментов перетаскиваем точек я сделал вот каплю и посчитал что лучше по моему сделать вычитание чем добавление выбираем сферическую инструмент сферического вычитания жмем учитать и вот видим результат неплохо смотрится теперь мы эту каплю снова копируем стрелками на клавиатуре переносим я ее все таки сделал в отдельном слое опускаем вот здесь shift снова делаем зеркалируем их по низу переносим вниз так рельеф обнуляем выделяем все наши векторы все наши капли вычитание смотрим результат 3d видео нормально так ну что же с окантовкой мы закончили в следующем видео будем делать наше дерево видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пока пока до новых встреч пока